Я очень большой презентации не делала, целью стояло то, чтобы нам все-таки немножко подвигаться. Любая встреча, любое мероприятие, когда много докладов, везет только докладчикам, которые хотя бы могут встать к трибуне, постоять, а остальным нужно сидеть и слушать. Поэтому несколько слайдов, несколько слов, но я призываю к тому, чтобы даже сидя, обращая внимание на слайды, вы не забывали шевелиться. Шевелить можно всем, что не особо привлекает внимание, начиная со стоп, которые стоят внизу. Все, кто могут хоть немножко положить ногу на ногу, покрутить, пошагать на месте. Можно пошевелить всегда кистями, можно пошевелить плечевыми суставами, даже вернуться к соседу слева-справа и на них посмотреть. Это уже как бы стимуляция дыхания, сердечно-сосудистой системы. Ну и, наверное, говоря о реабилитации, о мобилитации, можно даже, наверное, на первый слайд все-таки вернитесь на название. Я не расписывала оба термина, поэтому с него начну. Здесь, прежде всего, хотелось бы мне, наверное, привести слова нашего известного земляка, которого все считают своим, и в Москве, и в других населенных пунктах, но он наш. Амосов, который, будучи еще достаточно молодым человеком, сформулировал правила. Если можешь сидеть и не лежать, сиди. Если можешь стоять и не сидеть, стой. Если можешь двигаться, а не стоять, двигайся. Хочу сказать, что движение – это жизнь. Конечно, говорить пациентам, у которых уже, наверное, тяжелые формы заболевания, ну, могу услышать в ответ, а как двигаться, если я не могу. Коллеги, двигается у нас то, что может, порой даже моргание глазами, работа мимической мускулатурой, жевательной мускулатурой, ну, той частью, которая способна двигаться, это тоже необходимо помнить и использовать. Сейчас вот именно... Владимир Роман, я тебе очень извиняюсь. Сделала очень важный акцент на то, что многообразие проявления заболеваний ревматического плана, оно настолько разное, что дать универсальных рецептов невозможно. Сказать то, что подойдет всем в плане движения, тоже невозможно, поэтому очень прошу, что каждый выберите, да, то, что подходит лично вам. И начать хочу с того, что у нас на сегодня есть два термина – реабилитация и абилитация. Про абилитацию мы чаще говорили по отношению к детям, особенно этот термин был популярен в плане взросления детей с детским церебральным параличом, когда понимаем, что это заболевание не позволяло сформироваться многим функциям, а реабилитация – это все-таки восстановление каких-то утраченных функций в результате заболевания или травмы. Но мы получали, что как восстанавливать способность садиться, способность встать, способность идти у деток, которые не имеют реализации этого навыка. И стал вопрос, что мы не восстанавливаем что-то, мы учим жить этих детей в соответствии с возможностями, в рамках которых вот этого диагноза у них получилась, да, какие-то вот создать возможности движения. Абилитация включает в себя и возможность совершенствования определенных навыков и функций, и самое главное, там пошел активно вопрос адаптации среды под потребности человека. То есть, если мы не можем что-то сформировать или восстановить у пациента, то мы должны садаптировать среду. И вот здесь хочу сделать акцент. Не дать другого человека, который все сделает за пациента, а максимально использовать те возможности потенциальные, которые у человека сохранены. Пусть, предположим, он не может активно пройти из комнаты в кухню, но это не значит, что он не может готовить. То есть, да, тот человек, который помогает, да, тот социальный работник, который приходит или родственник, он позволяет сформировать возможность приготовить банальный бутерброд, налить, например, воду из термоса в чашку, из бутылки в стакан, воспользоваться адаптированными ложками, вилками, ножами, тарелками, чтобы человек оставался максимально независимый в рамках возможностей, которые вот заболевание накладывает. Поэтому термин реабилитация на сегодня используется по отношению к взрослым, у которых мы не можем восстановить функции, но мы можем говорить о качестве жизни. Ну а реабилитация, вроде как, всем знакомый термин, очень много где используется, на сегодня порой даже специалисты теряются, о каком виде реабилитации идет речь, поэтому чуть больше мы на этом сделаем акцент. Но и скандинавская ходьба – это один из способов активизации. Я понимаю, что, опять же, не для всех пациентов ревматического плана подойдет занятие в том плане, что взяли палки и пошли, как это делают люди более здоровые, да, но и варианты использования палок, варианты названия скандинавской ходьбы мы можем применять к разным видам активности, о которых я постараюсь сказать. На следующем слайде вы увидите определение, которое на сегодня зарегистрировано в основном из наших федеральных законов, документе, который организует все, как бы, аспекты реализации охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Строковая статья говорит нам о том, что, вы видите, огромное такое, да, определение медицинской реабилитации, но я хочу сделать акцент на вот нижнюю часть, то есть о восстановлении функций мы уже попытались коснуться, а вот задача стоит о предупреждении снижения степени возможной инвалидности, об улучшении качества жизни, сохранении работоспособности пациента и его социальную интеграцию в обществе. И вот то, что говорила и Татьяна Германовна, и Инна Владимировна, это невозможно сделать одному человеку, одному специалисту, мы должны работать командой, и сразу хочу сказать, что согласно вот этого закона я его вообще всем рекомендую периодически вспоминать и читать. Кроме таких вот, может, базовых нормативных, декларативных вариантов, да, изложения информации, там прописаны права и обязанности медицинского работника и пациента. И хочу сказать, что как у пациента есть права и обязанности, так и у медицинских работников есть права и обязанности. И пациенты, и члены их семей должны стать активными участниками вот этой командной работы. Мы должны ориентироваться на запрос пациента по максимальной возможности, да, опять же, ставить вопрос, это будет реабилитация или реабилитация. Мы сможем восстановить функцию или мы сможем рекомендовать, как ее компенсировать, адаптировать окружающую среду. Ну и, конечно, здесь одни врачи не справятся. Поэтому на сегодня у нас идет расширение спектра специалистов, которые должны быть вовлечены в медицинскую реабилитацию. И еще на что здесь хочу обратить внимание, вот социальная интеграция в общество, да. Вопрос о медицинской реабилитации, социальной интеграции, опять же, кто этим должен заниматься? Ни один врач вот не реализует все аспекты социальной интеграции. Поэтому хочу сказать о межведомственном взаимодействии в решении проблем пациентов разного профиля, ну и, конечно, ревматического в том числе. Мы должны понимать, что подчинение медицинской реабилитации Министерству здравоохранения, а социальной реабилитации Министерства труда, социального и отразвития, ну, некий клиния проблемы создает разное подчинение, разная нормативная база, разное финансирование. И, к сожалению, мы должны сказать, у нас нет четкой преемственности между вот этими этапами. И, опять же, возвращаясь к новым специальностям, хочу сказать, что утвержден перечень должностей медицинских работников, в которых прописан специалист по эрго-реабилитации. Во всех странах эти специалисты называются эрго-терапевты или по-английски еще есть термин occupation therapy, оккупационная терапия. У нас терапия – это все-таки врачебный уровень, а специалисты в России будут получать образование через бакалавриатный специалитет в рамках педагогических специальностей. Но они, очень надеюсь, при своей реализации как специалисты, нам помогут восстановить связь между медицинским сообществом и социальным, потому что это специалисты, которые должны поинтересоваться условиями жизни каждого человека. На сегодня у нас у врачей, у медсестер, у тех же психологов порой, у специалистов с высшим и средним медицинским образованием не то, что не хватает только времени, иногда и не хватает знаний, чтобы задать вопросы о среде, в которой живет человек. И если мы чему-то учим в наших реабилитационных центрах, в наших больницах, это не значит, что человек будет так же независим и справится с этим в своих домашних условиях. Потому что дома другая высота стула, другая ширина кровати, другие дверные проемы, через которые не пройти с подунками или на инвалидном кресле, другая высота стола на кухне, человек, которого научили вроде как резать бутерброд на прикроватном столике, который можно опустить, не справится с этим в домашних условиях. Вопросов много, даже банально открыть кран. Если мы в больнице создаем возможность, что кран будет легко открываться с помощью руки, а дома надо крутить барашки, все, мы можем столкнуться с тем, чтобы человек уже с этим не справится. Возможности, даже рекомендации, как улучшить место, на котором человек спит, как поставить мебель, возможно, только если мы поинтересуемся, как это реально дома. Очень сложный вопрос, когда мы приглашаем людей прийти в поликлинику, да, с жалобами, когда скорая, например, говорит, ну вы не наш пациент, мы не можем вас сейчас транспортировать, обратитесь к своему участковому терапевту, а если человеку нужно в пятиэтажном доме спуститься с пятого этажа по лестнице, даже он спустится, вот уже как подняться будет вопрос, плюс к тому, что надо добраться до поликлиники и в поликлинике походить по этажам. То есть вопросов много, поэтому я призываю к тому, чтобы мы услышали друг друга о том, какие у нас есть возможности, какие у нас у каждого есть полномочия, временные промежутки, но создали ту бригаду, которую по профилю данному, который мы сегодня обсуждаем, мы смогли действительно пациентам создать максимальное качество жизни. На следующем слайде вы как раз видите дополнение к тому, что я сказала, но эрготерапевт я все-таки пишу, потому что термин более знаком уже даже пациентам, еще раз повторюсь, официально будет называться специальный специалист по эрго-реабилитации, и мы очень ждем еще появления одних специалистов, опять же, европейский термин – это физический терапевт, у нас будет звучать как специалист по физической реабилитации, это опять же не медицинский работник, очень много сейчас переучивается инструкторов по лечебной физкультуре, инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, у которых появляется еще больше практических навыков и методик, которые они могут использовать у пациентов с разными заболеваниями. Ну и могу все-таки с гордостью сказать, что у нас уже есть профстандарт, уже проучено большое количество врачей, появились эти должности в наших медицинских организациях, в первую очередь, конечно, не по ревматическим аспектам и заболеваниям, это врач по физической реабилитационной медицине. Этот врач еще имеет иногда название врач по медицинской реабилитации, но название, суть не меняется, это лечащий врач, который начинает работать с пациентом с первых дней заболевания и ведет его на втором и на третьем этапе, то есть и в отделении реабилитации, и на амбулаторном этапе, то есть такие специалисты у нас сейчас появляются и в поликлиниках. Это специалисты чаще переучены из другого профиля врачебных специальностей, поэтому, конечно, сказать, что они могут быть универсалами. Вы знаете, у нас, как только появилась эта специальность, и мы прочитали профстандарт, вот сформировалось мнение, что это некий врач общей практики в реабилитации. Но не хотелось бы опускаться на уровень, что это врач, который должен знать и все методики реабилитации, и все проявления заболевания, и участвовать в том числе в подборе медикаментозного лечения, нет, давайте тоже правильно поймем, что это специалист, который руководит мультидисциплинарной бригадой, который умеет уже сформировать новые подходы к оценке состояния пациента, для того, чтобы сформулировать цель на каждый курс лечения, реабилитации, и самое главное, оценить эффективность мероприятий, которые проводятся. Ну и вот я не смогла не акцентировать внимания, зачем нам нужен специалист по эрго-реабилитации. Хочу напомнить каждому, что у каждого человека, здоров он или болен, должна быть организована активность в трех основных направлениях. В повседневной жизни, в работе, и вроде мы с этим кое-как, но понимаем, что делать, но еще обязательно в досуге, в игре, отдыхе и увлечении. И вот здесь то, что опять же повторюсь, когда Инна Владимировна говорит о высоком риске инвалидизации при эмотоидных заболеваниях, при таких вот тяжелых вариантах прогрессирования, некоторые говорят, о каком тут досуге можно вести речь. Но, уважаемые коллеги, человек, который даже лежит в кровати и смотрит в потолок, он должен быть вовлечен в некую активность. Он может что-то рассказать, он может послушать радио, если нет возможности смотреть телевизор или пользоваться гаджетами. Он должен быть полноценным участником диалога в семье, быть востребованным. И варианты активности на самом деле огромное количество, извините, даже одеть наушники и послушать любимую музыку, это уже некое позитивное, положительное. Конечно, мы человека не отправим на концерт, но дадим возможность что-то послушать, то, что ему нравится. Но это тоже нужно организовать. Но если мы теряем вот этот огромный блок, то мы получаем людей, близких к депрессивному состоянию, которые просто задают вопрос, зачем я живу, кому я нужен. Я не должен быть только получателем услуг, заставляя родственников, социальных работников, близких людей за мной ухаживать. Я должен тоже что-то дать в ответ. И вот эти все сферы деятельности должны быть в поле внимания мультидисциплинарной бригады. Следующий слайд, специально его показываю, включает пока подход, который мы до сих пор помним со стороны развития советского этапа нашей страны. Мы всегда делали акцент, что должны быть три этапа. И вот как раз для пациентов ревматического профиля они были очень актуальны. Поэтому я решила сохранить этот подход и реально он продолжает действовать. То есть, как Ирина Владимировна сказала, что многие пациенты в острую фазу, в сильном болевом синдроме, попадая на стационарный этап, они должны быть охвачены по всем этим тоже сферам активности медицинских работников. То есть, это и подбор медикаментозной терапии. Я не лезу в те медикаменты, которые на сегодня доступны. Насколько там геноинженерные технологии уже включены. Я с удовольствием сегодня услышала, что это доступно и нашим пациентам. Есть еще аспекты, которые в той или иной степени у нас доступны или нет. Но о лечебной физкультуре мы говорим много, но, к огромному сожалению, я должна сказать, она очень резко снизила свою доступность. Потому что вот в рамках появления новой модели медицинской реабилитации, которая акцентирована на пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, в первую очередь это все-таки инсульты, хотя не совсем заболеваниями нервной системы, но мы об этом говорим, на пациентов опорно-двигательного аппарата с периферической нервной системой и вот из группы пациентов ревматоидного плана сюда попадают те, кто переносит операции по эндокротизированию. И группа пациентов соматического профиля, там акцент сделан на кардиологических пациентов и онкореабилитацию. К сожалению, на сегодня вот очень много других заболеваний пока выпали из возможности быть вовлечены вот в эту новую модель медицинской реабилитации, поэтому я вас не гружу, не показываю на слайде, а показываю ту модель, которая все равно продолжает быть доступной для людей. Мы здесь с вами еще ведь должны добавить психологическую поддержку, которая вот включена на данном слайде на поликлинический этап, мы понимаем, что в поликлиниках у нас до сих пор нет психологов, а те психологи, которые работают в стационарах, они опять же недоступны пациентам всех профилей, их очень мало. И то, что у нас дефицит кадров, мы, конечно, можем говорить по любому направлению нашей жизнедеятельности, наверное, не только медицины, что нам не хватает, но мы должны об этом говорить, и может быть даже среди вас вдруг появится человек, который скажет, у меня есть навыки, у меня есть образование, я готов включиться, и почему бы не начать с ревматоидного, извините, ревматического центра, да, который, ну, я думаю, что найти хорошего специалиста, особенно если он погружен в проблему того или иного заболевания, было бы здорово. Физиотерапия у нас все-таки более доступна, я с гордостью говорю, что в стране мы сохранили это направление медицинской деятельности, потому что было много попыток ее закрыть, практически уничтожить, и, к сожалению, во многих поликлиниках кабинеты либо заужены, либо действительно даже закрываются, но сейчас идет новая волна и новый всплеск, потому что в обязательном порядке оснащения физиоаппараты есть. Ну, и вот обращаем внимание на образовательные программы, то, что тоже сегодня было сказано, это школы для пациентов, и очень хотелось бы, чтобы у нас охранился санаторный курортный этап. Конечно, очень многие санатории меняют свою профильность, уходят из профсоюзов, они становятся коммерческими, частными, да, и поэтому направлять не так много есть мест, где берут хотя бы по каким-то программам, и главное, профильность и ориентированность, да, на каждую группу пациентов, она должна учитываться. И на следующих слайдах я хотела бы еще обратить ваше внимание как раз на подборы адаптивных, ассистивных технологий, они вот уходят в уровень эрготерапевтической помощи, вот даже подобрать то посуду, да, какие-то элементы включения, выключения цвета, электроприборов, открытия кранов, дверей, да, это вот все должно подбираться настолько индивидуально, вот дайте сказать, что вот все купите такой-то, например, рычаг крана, купите все такие дверные ручки, невозможно, мы должны это все оценить и подобрать, ориентируясь на возможности человека. Ну вот домашний телефон, который здесь нарисован, да, и человек ручкой набирает, конечно, многие могут сказать, ну слава богу, есть у нас смартфоны, да, есть уже какие-то другие возможности коммуникации, но у кого-то ведь есть такой обычный телефон, да, зуммером, и мы еще не скажем, купите новый, то есть мы действительно должны адаптировать то, что максимально у человека есть. Хорошо, следующие, причем там были рекомендации, я не буду сейчас обращаться, пожалуйста, можете презентацию посмотреть и доклад еще раз послушать, на что обращаем внимание. Несколько слов хотела бы сказать по артезированию, потому что это тоже очень важный аспект лечения пациентов заболеваниями суставов в первую очередь, и артезы нужны, бывают на первом этапе, в острый период, когда у нас есть такой термин, метод лечения положением, когда мы щадим активность сустава, но при этом мы должны сохранить его функциональное положение. То есть не когда мы ждем, что сформировалась контрактура и потом сможем мы ее каким-то образом минимизировать или нет, а когда мы еще можем за счет правильного артезирования подобрать то, что подходит человеку. На следующих слайдах вы увидите уровень доказательности, это то, что сегодня тоже у нас обсуждалось, что любой метод лечения должен основываться на доказательной медицине. Это не то, что иди в магазин и купи что-то. Мы понимаем, в какой период, на каком этапе, какой вариант протеза нужен. Один есть разных вариантов. Следующий слайд покажите, пожалуйста. Ну вот на примере разнообразия артезов для лучезапясного сустава хотелось бы показать, что начиная от мягкой фиксации до жесткой фиксации подбираются индивидуально и опять возвращаясь к специалистам по эго реабилитации. В плане их подготовки входит индивидуальное артезирование. Это специалисты, которые должны уметь подбирать и изготавливать артез для нужд каждого человека на каждом этапе. И там они, конечно, больше пользуются тугоплавкими пластиками, теми материалами, которые более комфортны, мягки, но при этом выполняют функциональное свое назначение. Ну и вот то, что можно купить, к огромному сожалению, несмотря на вот достаточное вроде как количество размеров, не всегда нужно реализовать индивидуальные особенности, но по крайней мере что-то можно и купить. То есть артезы есть на все случаи жизни, для всех суставов на сегодня и в Архангельске, в том числе они доступны. У нас есть уже специалисты, которые в том числе изготавливают артезы по заявкам, но мы понимаем, что это либо дорого, либо это пока не вписано в индивидуальную программу реабилитации и абилитации, не совсем доступно для человека, но будем надеяться, что эта тоже возможность у нас будет увеличиваться. Но и вот сегодня, так как мы будем говорить о ходьбе, я не могла не сказать пару слов о поддержке свода стоп, потому что стопа это очень важный орган в нашем организме. Это орган, который испытывает колоссальную нагрузку в течение всего дня, и если она сформирована неправильно, начиная с детства, то человек испытывает трудности и проблемы. Ну а что говорить о людях, у которых поражаются суставы стопы, в том числе голеностопный сустав, которые ограничивают их активность, а мы вроде как о хайбе будем говорить. Поэтому стопа это, еще раз повторюсь, орган опоры, это орган амортизации, потому что в зависимости от того, в какой мы идем обуви, по какой поверхности, наше тело по-разному сотрясается, и вот на сегодня очень много есть информации о том, что если у человека плоскостопный или какой-то другой вариант стопы, то этот человек может ежедневно, вечером, испытывать сильные головные боли. То есть мы начинаем пить таблетки, мы начинаем обращаться к разным докторам, мы происследуем наши сосуды, а может быть банально нужно посмотреть вниз и оценить, насколько наши стопы справляются с той нагрузкой, которую мы даем. Но и опять же обращу внимание, что на сегодня есть огромное количество стелек, опять же не всегда они индивидуально подходят, поэтому здесь рекомендуется, особенно для пациентов с климатическими заболеваниями, получать индивидуальные средства поддержки стопы. Это может быть опять же прописано и в ИПРА, и человек может приобрести самостоятельно, потому что у нас достаточно центров, которые изготовлением индивидуальных стелек занимаются. Ну и все функции, да, стелек указаны. Но при этом мы не забываем, что стопа – это мышцы, которые поддерживают свод, это связки. И опять же скажу, пожалуйста, не только обращаясь к пациентам, но и к здоровым людям, что мы должны давать своей стопе отдых и переключение. Мы должны как можно чаще давать нагрузку в виде упражнений для мышц нижних конечностей и стопы. Ну и еще плюсом всегда здесь – подбор правильной обуви. И следующий слайд, он акцентирует внимание на то, что у нас очень много с вами потребностей в жизни. Но если мы не реализуем первичные, базовые потребности, то добиться всего в плане реализации своих потребностей, нужд, целей будет намного сложнее. Потребности много разных. И на следующих слайдах я покажу пять основных уровней. Так, первый у меня куда-то убежал, прошу прощения. А давайте попробуем вернуться там случайно. Нет, не проскочил. Хорошо. Но я прокомментирую, что первый – это базовый уровень потребностей. То, что мы должны получать не то, что каждый день, а несколько раз в день. Это питье, это еда, это уход за собой, да, это общение. И здесь же будет движение. То есть лежать, сидеть в одном положении ни один человек не сможет. Если мы не можем поменять наше положение, мы зависим от тех, кто рядом, чтобы человек подошел и поменял это положение. В реанимации на сегодня есть правило. На любом боку, но не на спине. Каждые два часа поменять положение. Причем два часа – это максимум. Для кого-то необходимо менять положение каждые 15-20 минут, чтобы шла профилактика трофических изменений, чтобы мы не давали человеку шансы работать какие-то осложнения. Второй уровень – это уровень безопасности. Следующий этап, ой, следующий слайд. Третий, четвертый, пятый – это уже вот то, что я сказала, да, социальные, профессиональные и духовные потребности. Но все начинается с базы. Поэтому двигаемся, я очень рада, что у меня коллеги, которые сидят передо мной, то лыдутся, то повернутся. Это действительно показывает нам, что ни одна мышца в нашем организме не может работать, и другая отдыхать. Мы должны каждую мышцу потихонечку вовлечь в какую-то активность, чтобы она и работала, да, и при этом понимала, зачем она нужна. И следующий слайд, да, вот еще раз акцентирую, что это биологическая потребность организма, от удовлетворения которой зависит здоровье человека. То есть кто бы ни говорил, что я здоров, если он не будет двигаться, он столкнется с проблемой. Про мышцы мы поговорили, еще хочу обратить внимание на суставы. Суставы – хитрые организмы, органы, да. Они, если ими не пользоваться, они скажут, а, я не нужен, и очень быстро начнет терять свою подвижность. Обычно я прошу в данный момент сделать тест. Инна Владимировна, можно я на вас попрошу, и вас тоже подключу, ладно, без задания. Оно очень простое. Соедините руки за спиной, хотя бы попробуйте. Какой-то результат получился. Нет, я не прошу даже соединить, потому что мы не разогрели суставы. Нет, 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 второй аспект. А поменяйте руки. И что мы видим, да, стало все похуже. Как раз вот это и показатель. Правая рука, хитренькая, да, тоже задача. Пожалуйста, захватитесь, и мы более активной рукой идем сверху. Как только мы поменяли руки, той рукой, которой мы часто не работаем, сустав-то и сказал, а ты же меня не вовлекаешь в эту деятельность, почему это я должен хорошо работать. Поэтому все суставы, да, все мышцы не забываем и не работаем. Ну и, конечно же, невозможно дать универсальных рекомендаций, чтобы какие-то упражнения, какие-то виды спорта были универсальны для всех. Это индивидуальный подход. И поэтому у нас очень много сейчас фитнес-центров, оздоровительных центров, где тренеры получают не только базовое физкультурное образование, но многие из них обучаются на специальных курсах по адаптивной физической культуре, по неким медицинским аспектам, для того, чтобы учитывать уровень здоровья, уровень подготовленности и желание человека заниматься. Ну и, конечно, ориентируемся на возраст. Поэтому три вида отдыха у нас есть. Я не говорю, что все должны заниматься спортом. Спортсмены тоже, люди у нас, к сожалению, не суперздоровые. Физкультура, оздоровительные тренировки, это должно стать нормой жизни. И вот виды отдыха – это переключение. То есть любая наша деятельность, она нам должна дать возможность как-то проветрить не только мозги, но и освежить кровоснабжение в мышцах. Поэтому двигаться нужно и ежедневно, получать определенный еженедельный перерыв. И у нас суббота, воскресенье – это все-таки выходные дни. Не только полежать, но и все-таки переключить активность. Но ежегодные отпуска, они тоже не зря существуют, потому что накапливается усталость, которая должна быть реализована. И вот в ежедневном отдыхе, что у нас может быть? Не на машину сели, не в автобус, одну хоть остановочку прошли. Либо до, либо после, да, вот какой-то разбили свой вариант движения. Не на лифт сели, а попытались пусть один этаж подняться пешочком. До магазина дошли, значит, где-то взяли тележку. Я понимаю, я не призываю носить тяжести, да. Но нужно, опять же, выбрать тот объем, который вы можете донести. Сколько людей мы видим, когда вроде в корзиночку кидаем, кидаем. Все хорошо и все нужно. А когда все сложились в пакетик, пакетик-то взяли, всех перекосило. И как уже этот пакетик допинать, донести? То есть почему корзинка с одной стороны хороша, но при этом мы недооцениваем, насколько мы уже туда положили. То есть нужно все-все-таки учитывать. Ну и напоминаю всем, понятие утренняя темнастика, особенно при профиле рематоидных заболеваний, рематического плана, это должно стать золотым правилом. Я понимаю, что это иногда бывает вынужденная ситуация, что пока я не сделаю, я не смогу встать. Но, коллеги, это и должно стать нормой жизни, чтобы проснулся, пошевелился, разбудил организм. Ну и, конечно, мы должны профилактировать любое заболевание. То есть с утра пусть парочку каких-то движений, еще в положении лежа, в положении сидя, все-таки запустить. Пока есть возможность, особенно маленьким детям рекомендую, чтобы родители приучали. Бегут в туалет на носочках, из туалета в ванну прошли на пяточках. Из ванны идут на кухню, прошли на наружном своде стопы. За счет работы стопы, профилактика плоскостопия, формирование правильной стопы и плюс еще все остальное запустили. Ну и в советское время у нас была шикарная привычка, это производственная гимнастика. Наверное, все помним, в 11.00 раззвенело сигнал по радио, и все, ага, кто дома, кто на работе, быстренько встали 10 минут, чем-то позанимались. Следующий слайд. Ну и активный отдых, он должен быть. И опять же, здесь хочу сказать о семейном, о командном подходе. Когда ходишь один, иногда теряешь желание и интерес. Мы все-таки стремимся к тому, чтобы это стало нормой жизни. Чем кто будет заниматься? Абсолютно все равно. Люди, у которых уже нет возможности заниматься активно самим каким-то видом спорта, они могут любоваться другими людьми. Опять же, это психологический подход. Не надо уходить в проблемы, не могу я, а почему другие могут? Нужно поддержать и уметь радоваться за людей, и рекомендовать, что слушайте, ну вот я и могу, ну какое удовольствие получаю, глядя на вас. Здесь еще, понимаете, есть очень интересный подход. Так называемые идеомоторные упражнения. Закрой глаза и представь, как двигаешься ты. Наши мышцы волей-неволей получают сигнал, что бы они сделали. И они в том числе запускают вот такой, пусть минимизированный на месте, но стимул. Поэтому нужно использовать различные уровни активности и опять же, да, досуговой деятельности. Кто-то может мне сказать, говорите полную чушь, зачем я там кому-то буду радоваться, и какой интерес может быть у человека, который не может сделать сам что-то, да, вот на это смотреть. Сразу мне соглашусь и приведу пример, когда каждый из нас включает телевизор и смотрит какие-то соревнования. Вы можете выступить, как наши фигуристы? Не можете. И вы не ставите такую задачу, но вы получаете эстетическое удовольствие. Вы смотрите паралимпийские соревнования. Честно сказать, когда я впервые поучаствовала в тренировках паралимпийцев, я была в шоке, когда на одной ноге ампутант выделывал такой фристайл, и я изображаю, а когда у нас были уроки физкультуры в школе, было одно желание, как бы их пропустить. Понимаете, и очень обидно, когда мы понимаем о необходимости движения поздно, поэтому всех призывают двигаться. И поэтому следующий слайд у нас подсвящен лозунгу, который мы вообще отработали на наших пациентах со спинальной травмой, когда мы работали с экзоскелетом. Дорогу оселит идущий. Я призываю всех идти, в том числе со скандинавскими палками.